События, которыми запомнилась уходящая неделя в программе «Область события-факты». В студии для вас работает Наталья Ткачук. Здравствуйте! И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Поезд помощи. Амурская область поддержала всероссийскую акцию по сбору гуманитарного груза для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Благодаря неравнодушным жителям региона, а также представителям различных организаций и ведомств, удалось собрать 20 тонн необходимых вещей, продуктов и средств гигиены. Амбициозные планы, несмотря на санкции. Одно из амурских предприятий обеспечивает мебелью амурские детсады, школы, библиотеки, физкультурно-оздоровительные комплексы. Ресервы, салат из морепродуктов, рыба копченая и соленая. Почти 150 наименований продукции выпускает рыбный цех в Заветинске. Сотрудничество с Китаем в условиях новой экономической реальности, образ будущего амурских городов и код лидерства для предпринимателей. На пресс-конференции в региональном правительстве рассказали о программе проведения международной выставки «Амур-Экспофорум-2022». 29 апреля из Благовещенска с гуманитарным грузом для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик отправился железнодорожный состав. 20 тонн продуктов, бытовой химии, средств личной гигиены, постельного белья отправили в Москву. По прибытии амурский вагон подцепят к другим брендированным составам из разных городов России. После поезд помощи отправится в Ростовскую область. Подробности расскажет наш корреспондент. В акции «Поезд помощи» по сбору гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской республик приняли участие сотни амурчан, жители городов и районов, волонтеры, активисты общественных организаций, сотрудники различных предприятий и ведомств. К нам очень много отозвалось людей. Мало того, что это те люди, которые сами приносили помощь, и также у нас было очень много людей, которые готовы были сами помочь, потому что они также переживали за то, что происходит сейчас на Украине и за тех людей, которые приезжают к нам сюда. На данный момент у нас работает более 100 человек по всей Амурской области по сбору гуманитарной помощи. В общей сложности в Преамурье в адрес жителей Донецкой и Луганской народных республик было собрано более 26 тонн гуманитарной помощи. Мы собирали в первую очередь продукты длительного срока хранения, это консервы, печенье, различные супы быстрого приготовления и многое другое. Также средства личной гигиены, подгузники, одеяло и также средства индивидуальной защиты. Кто-то из волонтеров помогал собирать гуманитарный груз, кто-то занимался его сортировкой и упаковкой, кому-то поручили погрузку собранных вещей в брендированный вагон. Я думаю, в нашей ситуации все поступили бы так же, помогали бы, никто не был равнодушен, и вот мы согласились помочь. На станции весь собранный в Преамурье груз разместили в двух товарных вагонах. Вагоны с гуманитарной помощью имеют особый вид. Они украшены надписями «Поезд помощи Донбассу» и «Своих не бросаем». По железной дороге они дойдут до Москвы, где из аналогичных вагонов, пришедших из разных регионов страны, будет сформирован специальный поезд помощи. Вчера был такой же флешмоб произведен по дальневосточной железной дороге. Два поезда там формируются, то есть в двух местах, это по Еврейской автономной области и по Хабаровскому краю, непосредственно по городу Хабаровск. И плюс третий состав отправляется с Владивостока. В Белогорске это все объединяется в общий состав и следует до города Читы. В Чите по Забайкальскому краю от Забайкальской железной дороги присоединяется еще один состав, формируется уже в общий состав и отправляется в Луганскую и Донецкую республики. Эта акция не заканчивается, она будет продолжаться столько, сколько нужно. Эти грузы будут направлены со всех регионов России, потом трансформированы и направлены непосредственно в Донбасс. И еще хочу отдельно сказать, что кроме непосредственно товаров у нас еще и проводится сбор финансовых средств. Для этого у нас открыт специальный счет, специальный расчетный счет. Он у нас отражен на сайте правительства Амурской области. На сегодняшний день там скопилось больше 7 миллионов рублей, которые тоже пойдут на помощь пострадавшим на Донбассе. В сборе 20 тонн гуманитарной помощи приняли участие свыше сотни неравнодушных амурчан, десятки организаций, в том числе силовые структуры. Сотрудники пограничного Амурского управления ФСБ России сформировали ценный груз весом более 3 тонн. Амурские пограничники уже не в первый раз принимают участие в формировании гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Нынче ими было собрано около 3,5 тонн консервов, детского питания и средств гигиены. Весь собранный груз будет направлен в город Ростов-на-Дону для передачи вынужденным переселенцам, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения на территории Российской Федерации. В состав этой же партии гуманитарной помощи войдет и груз средств первой необходимости – круп, сахара и других продуктов, собранных сотрудниками Амурской службы судебных приставов. Кстати, ранее они перечислили в помощь беженцам свой дневной заработок. Ранее Амурские судебные приставы присоединились к флешмобу «Мы с вами» в поддержку российских военнослужащих, выполняющих свой служебный долг, а также к донорской акции «Мы вместе». Жители Китая также не остались равнодушными. Активисты из Поднебесной собрали для беженцев из ДНР и ЛНР более двух тонн гуманитарного груза. С ними встретилась наша съемочная группа. Подробности расскажет Анастасия Слесарева. Вынужденным переселенцам собрали постельные принадлежности и средства личной гигиены, одежду, посуду, детям, игрушки. Участие в акции приняли более полусотни жителей КНР. Уже сколько здесь живу, 20 лет. Мы работаем хорошо, живем хорошо. Мы когда смотрели телевизор, там люди. Там детей, дома нет, там люди, там бабушка, там женщины. Мы собрали друзья, мои друзья, деньгам и товары, хотели там помочь. Напомню, с 1 апреля по Благовещенску начал курсировать специальный брендированный автобус. Машина заезжает во дворы многоэтажа каждые выходные. Организаторы акции «Гуманитарный экспресс» по громкоговорителю призывают у горожан присоединиться к сбору помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Изначально акция проводилась по многоквартирным домам. Предполагалось, что жители будут собирать помощь. Но настолько акция положительно откликнулась в сердцах благовещенцев, что другие организации тоже захотели принять участие. Работать «Гуманитарный экспресс» и пункты сбора помощи будут до 30 апреля. Затем собранный груз при содействии МЧС России Амурской области спецбортом отправят в Ростов-на-Дону. Анастасия Слесарева, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Крупные заказы от российских корпораций, включая проект по полному оснащению мебелью, 700 квартир. Расширение производства и амбициозные планы, несмотря на санкции. Одно из ведущих предприятий Амурской области оперативно сориентировалось на рынке и заменило небольшой импортный компонент на отечественный. Подробнее расскажет наш корреспондент Екатерина Талалай. Работа в мебельном цехе буквально кипит. Редкая тишина наступает разве что в обед. Заказов у компании хватает. Кроме частных клиентов, к ним обращаются представители социальных объектов. Садики, школы, библиотеки, физкультурно-оздоровительные комплексы. Недавно открывшийся Центр содействия предпринимательству «Мой бизнес» также укомплектовала эта благовещенская компания. А еще полностью оснастила для жизни 700 квартир для сотрудников крупнейшей стройки в Свободном. Мы особо не почувствовали санкции. Наоборот, заказов стало больше, конкуренции меньше. У нас много больших масштабных заказов, социальных проектов, которые сейчас делаем совместно с крупными предприятиями. Поэтому для нас это новые возможности для расширения производства, увеличения мощностей, найма новых работников. Сотрудник цеха, начальник производства на мебельной фабрике Александр Грушко работает здесь 5 лет. Он вместе с женой и ребенком вынужденно переехал в Благовещенск с украинского Днепропетровска. В городе Миллионнике с 1996 года трудился на известной мебельной фабрике. Делал эксклюзивные заказы. К нам привез свой опыт и желание постоянно учиться, чтобы следовать современным трендам. Так как мы приобрели очень мощный, хороший станок ЧПУ, мы внедряем все элементы, которые делаются как резьба, заменяет ручной труд. То есть, остается только доработать. Львиную часть делает станок. Он позволяет сделать все трехмерные детали. А это уже станок-робот. Он делает фасады по заданию компьютерной программы. На флешке прописаны все детали, узоры, рамки. Тест-драйв, скажем так, проверка исполнения в 3D-маркере фасада, исполненного по фотографии, по клиенту. Захотел фотографию, оцифровано, внесено в программу. И конечный результат, как он уже затянут в пленку. Собственное производство фасадов есть далеко не у всех мебельных фабрик. Чаще так называемую обложку заказывают в других городах. Либо это вообще единственное направление отдельно взятой фирмы. То, что у Благовещенской компании все в одном месте – большой плюс для амурчан. Это хорошо сказывается на качестве. Идеальные стыковки деталей и здорово экономит время на изготовление. Практически 90% из того, что представлено в наших изделиях – кухни, гардеровные, шкафы-купе и офисная мебель, а также торговое оборудование. Все это производится здесь в Благовещенске. Также мы работаем с российскими поставщиками ЛДСП. Это Сыктывкарский фанерный завод и Томлес-Древ. Они полностью находятся на территории России, перерабатывают наш лес, изготавливают из него древесно-стружечные плиты. Единственные 10% из европейского импорта, который использует фабрика в производстве мебели – это фурнитура. Но и в этом компания не видит особых проблем. Они оперативно переориентировались на рынок Китая. Екатерина Талала, Андрей Светков, Амурское областное телевидение. Пресервы, салаты из морепродуктов, рыба копченая и соленая. Почти 150 наименований продукции выпускает рыбный цех в Заветинске. Производство в ходе рабочей поездки в Заветинский район посетил Василий Орлов. Губернатор региона также провел там личный прием граждан. Это что такое? Окунь? Это окунь горячего копчения. В рамках муниципальной программы развития предпринимательства в 2019 году местный бизнесмен получил субсидию на возмещение части затрат от покупки оборудования. Ее сумма превысила 200 тысяч рублей. Экспорт продукции сейчас производят в крупном объеме. Поставки у нас практически по всей Амурской области. Вот даже в Биробиджанах мы как бы возим. Работает 30 человек. Три человека находятся в декретном отпуске. Коллектив как бы слаженный. Работаем долго. По итогам встречи с руководителем предприятия Василий Орлов поручил региональному правительству детально проработать меры поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за введения новых санкций. Вопрос нам известен. В принципе, по этой проблеме к нам обращался еще и в рабочем порядке глава района, Гнеев Сергеевич. Думаю, что более подробно регламентные сроки пояснят энергетики. Но, в принципе, они обещают эту проблему решить в этом году. В рамках личного приема граждан по видеоконференц-связи были подключены руководители профильных министерств и ведомств области. Василий Орлов выслушал двух местных жителей. Амурчан интересовали вопросы строительства мясного цеха, в частности, подключения объекта к электрическим сетям, а также благоустройство дороги, ведущей к поликлинике. В поликлинике ходит очень много народу, пенсионер. Тротуара нет, дорога разбитая. Снег, уполз, если править, провалиться нужно, сама проваливаться в едином больницу. Глава области поручил профильным министерствам и ведомствам в кратчайшие сроки отработать обращения амурчан и доложить о их решении. Кроме этого, Василий Орлов посетил Центр досуга «Мир» городского дома культуры. В прошлом году по поручению губернатора в здании центра, построенного в 1954 году, провели капитальный ремонт. Стоимость работ составила более 13 миллионов рублей. Но фасад сделают, да, конечно. Мы еще осваиваемся, мы еще не все успели установить. А рядом с учреждением культуры располагается зона отдыха, которую благоустроили в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, также в прошлом году. Общая стоимость работ составила почти 6 миллионов рублей. Это средства федерального и областного бюджетов. Сейчас на территории зоны отдыха выполняется следующий этап благоустройства. Подрядная организация демонтирует старое оборудование и готовит площадку для установки детского парка. Работы выполняются в рамках нацпроекта. На них предусмотрено почти 17 миллионов рублей. Модернизацию детского парка планируют завершить в сентябре. Валентина Абрамова, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. Сотрудничество с Китаем в условиях новой экономической реальности. Образ будущего амурских городов и код лидерства для предпринимателей. На пресс-конференции в региональном правительстве рассказали о программе проведения международной выставки «Амур-экспофорум-2022» до главного делового события года чуть меньше месяца. Подробности в следующем сюжете. Новые экономические реалии – новый формат. Основной упор в проведении Амур-экспофорума в этом году делают на деловую программу. Китай – главный стратегический партнер. При Амуре – регион с мощным энергетическим ресурсом. И не только. Это территория, на которой реализуется сразу несколько масштабных инвестиционных проектов, в том числе транспортно-логистических и трансграничных. Ключевое – показать, что на данном этапе очередной трансформации, которая происходит и в мире, и в российско-китайских отношениях, и с учетом тех уже проектов, которые у нас либо реализованы, либо реализуются, либо высокой степени готовности, какие возможности открываются для новых форматов работы регионов России и Китая и предприятий России и Китая. Вот это наша ключевая задача – показать ту площадку, которая уже наработана, и показать, в каких уже новых передовых форматах мы можем работать. В деловой программе участие примут региональные и федеральные спикеры, а также представители провинции Хайлунцзян и других территорий Китая. Большой акцент организаторы делают на работу с предпринимательским сообществом. В партнерстве с компанией Сибур состоится бизнес-форум «Код лидерства 2.0». Мы хотим, чтобы проведение этого форума было каким-то воплощением новых идей и, так скажем, увеличение стратегического мышления предпринимательного для будущих шагов его и зарождение его каких-то мыслей стартапов на будущие периоды. Это очень важно. Мы считаем, что сейчас как раз закладываются те камни, которые необходимо будет реализовывать среднесрочную стратегическую перспективу. Еще одной важной темой станет развитие комфортной городской среды. На Амур-Экспофоруме представят первые результаты и наработки в области мастер-планов Благовещенска, Свободного и Тынды. Разработать документы по стратегическому планированию муниципалитетов поручил во время прошлого Восточного экономического форума глава государства. Мастер-планы – это тот самый образ будущего города. Это то самое видение его развития в какой-то перспективе. Мы себе такую перспективу в среднем для всех городов области оставим в 2035 год. Чтобы у нас был некий образ того, как должен выглядеть тот или иной город к этому сроку, и чтобы мы, соответственно, имея этот образ в голове, ставили план по достижению таких целей и такого городского развития, как описано в этом мастер-плане. День предпринимательства и конкурс «Экспортер года» также проведут в рамках Амур-Экспофорума. Гостей ждет насыщенная культурная программа. А вот традиционной ярмарки на площади ОКЦ в этом году не будет. Этот год организаторы называют переходным. После вынужденного перерыва из-за пандемии международный форум выходит на новый уровень. Бизнес приглашают к участию в деловой программе. Регистрацию уже сейчас можно пройти на сайте Амур-Экспофорума. Наталья Откачук, Нина Кахриидзе Бушуева, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. А сейчас коротко о том, что ждет вас во второй части нашей программы. Масочный режим, дорожный ремонт, антисанкционные меры. Губернатор Василий Орлов ответил на вопросы амурчан в режиме онлайн. Мастер-классы по танцам, экскурсия в мобильном автобусе, концерт из заслуженных артистов. Благовещенск присоединился ко всероссийскому фестивалю «Дарение». Студенческая весна. Амурская молодежь показала свои таланты в музыкальном, театральном, танцевальном направлениях. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Когда отменят масочный режим? Какие меры поддержки действуют для многодетных семей и бизнеса? И как контролируют уровень цен на продукты питания? Эти и другие темы подняли во время прямого эфира в социальных сетях губернатора Преамурья. На вопросы жителей региона Василий Орлов ответил на площадках «Одноклассники» и ВКонтакте. Подключился к трансляции наш корреспондент Евгений Вдовенко. В начале общения Василий Орлов презентовал новую интернет-площадку для связи с жителями Преамурья. Объясняем точка «Амурская область». Также глава региона напомнил, что возобновляется практика выездных заседаний правительства области в муниципалитетах. Такие уже состоялись в Заветинске и Серышевском округе. Далее губернатор перешел непосредственно к ответам на поступившие вопросы. Первый – отмена масочного режима. У нас отменен масочный режим уже много где, но при этом в постановлении 10-Р еще есть несколько учреждений, несколько направлений, где масочный режим целесообразно сохранять. Это в первую очередь магазины, это места с массовым пребыванием граждан. Поэтому считаю, что целесообразно пока его сохранить, но при этом мы понимаем, что это в первую очередь обязанность и право каждого человека. И понимаем, что масочный режим особенно актуален для тех, у кого слабое здоровье. Василий Орлов добавил, что из-за пандемии по-прежнему не удается открыть движение по международному автомобильному мосту через Амур между Благовещенском и Хэхэ. Далее речь зашла о западных санкциях. Василий Орлов отметил, в регионе создан антикризисный штаб с рабочими группами по 10 направлениям. Три направления, которые у нас в приоритете, это поддержка стройки, в том числе дорожной стройки. Мы не сокращали объемы финансирования. Почему? Потому что строительство – это отрасль, которая дает очень большой мультипликативный эффект. Большое количество занятых, большие налоговые отчисления, много отраслей, сопутствующих строительству. И решения, которые принимаются по поддержке малого и среднего предпринимательства, они, конечно, имеют свои особенности. Вместе с тем, основная задача – это сохранение занятости в малом и среднем бизнесе. У нас работает центр «Мой бизнес». Прошу всем бизнесменам в этот центр обратиться, зайти на сайт, посмотреть. Телефон этого центра – 51 11 11. Пожалуйста, зайдите, посмотрите. Там большой набор мер поддержки, там и льготные кредиты, и субсидирование по ряду направлений. Отдельное внимание здесь, конечно, уделяется пищевой промышленности. По словам губернатора в Преамуре, совместно с прокуратурой и антимонопольным комитетом ведется регулярный мониторинг цен по 32 наименованиям продовольственных и 15 непродовольственных товаров. Заключено 93 соглашения с торговыми предприятиями о максимальном уровне наценки. Мы с крупнейшими торговыми сетями и с крупнейшими местными производителями продуктов питания договорились о том, что в линейке наших производителей будет выделен один или несколько видов товаров. Сегодня речь идет о 42 позициях, включая молочную, мясную и овощную продукцию, на которые цены вообще повышаться не будут. Они будут отмечены на полках, магазинах специальными ценниками. С 1 мая в регионе начнутся денежные выплаты на детей с 8 до 17 лет. Также готовится повышение всех социальных пособий и зарплат бюджетникам. Также говорили о планах по выполнению программы расселения ветхого и аварийного жилья. В этом году стартует новый проект по ремонту дворов. Предполагается привести в порядок около сотни таких территорий в крупных городах. Для сел области выделено 250 миллионов на финансирование программы инициативного бюджетирования. Отдельно остановился на вопросе железнодорожных переездов. Нам необходимо строить 5 путепроводов через Трансиб. Это Новобурейск, Завитинск, Серышево, второй путепровод в Белогорск и Вожаевка. И кроме того, еще шестой путепровод нам в перспективе надо будет строить через ЖД вокзал в Благовещенске. Подробно глава области рассказал о планах дорожного строительства, как в Благовещенске, так и в муниципалитетах области. С указанием сроков, видов работ и источников финансирования. Из хороших новостей здесь хочу сказать, что финансирование обеспечено в достаточном размере. В целом, кроме того, по подрядчикам. Подрядчики научились работать каждый год. Качество работы все лучше и лучше. Мы за этим внимательно следим. Смотрим, какое количество взысканий по качеству, по итогам зимы при оттайке грунта. Видим, что их становится меньше. Помимо этого, губернатор ответил на вопросы об антипаводковых мероприятиях, ремонте существующих и строительстве новых учреждений здравоохранения и образования в ходе реализации крупных инвестиционных проектов. Евгений Вдовенко, Амурское областное телевидение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открытая тренировка от чемпиона России, Европы и мира по ушу собрала около сотни желающих. Артем Загибалов, мастер спорта международного класса, помог зрителям разогреть мышцы и связки перед другим занятием. И раз, два, три, четыре, левая. Раз, два, три, четыре, вперед. Раз, два, три, четыре, назад. Казалось бы, простые движения, но не так просто сходу выполнять их без ошибок. Синхронность исполнения показали участницы клуба «Танцы для здоровья». Они подарили всем желающим мастер-класс по трем направлениям. Показали кадриль московскую, ромашку и даже слона – номер, где очень много движений с топающими шагами. Большой радостью приняли приглашение участвовать в этом танце. Мы люди старшего возраста и мы выросли на взаимопомощи, на поддержке друг друга. Сосед соседа, жители одного дома другого, жители всего города, для своего города. И вот это вот чувство взаимопомощи, взаимоподдержки, они очень необходимы обществу, особенно когда наступают трудные времена. Фестиваль «Дарение» – новое направление общероссийской акции «Мы вместе». Напомним, оперативный волонтерский штаб появился в начале пандемии весной 2020 года. Его участники – волонтеры и в целом неравнодушные земляки. В разгар COVID-19 помогали доставлять лекарства и продукты тем, кто вынужденно сидел на самоизоляции. Сегодняшнее мероприятие в Влаговеческе объединило несколько сотен желающих поделиться своими талантами и умениями. На площадке перед ОКЦ провели 15 мастер-классов. Здесь много организаций участвуют, здесь и спортсмены, и учреждения культуры, и пенсионеры. То есть здесь разные поколения участвуют, поэтому вы можете посмотреть на территории, много всего интересно. Здесь и медицина представлена, то есть каждый может сегодня сдать кровь или пройти флюорографию. Для тех, кто интересуется родной историей, Ассоциация «Мотопатриот» предлагала посетить свой необычный музей на колесах – автобус Победы. Любители мастерить руками могли расписать глиняное изделие. Настроение создавали коллективы и артисты областной филармонии. Желающие помочь беженцам из ЛНР и ДНР получили консультацию, по каким адресам в эти дни дежурит гуманитарный экспресс, который принимает продукты и вещи до 30 апреля. Такие мероприятия очень важны. У нас большое количество добровольцев по всей Амурской области, более 50 тысяч от 8 лет до наших серебряных волонтеров, которыми мы очень гордимся. И вот фестиваль показывает, что очень много таких организаций, которые готовы в любое свободное время дарить свои добро, приносить людям пользу абсолютно безвозмездно. Фестиваль «Дарение. Мы вместе» в Амурской области в разных муниципалитетах пройдет с 23 апреля по 1 мая. Кроме творческой программы, желающие смогут принять участие в обмене вещами, книгами, игрушками и тому подобное. Опыт Благовещенска показал, что такие мероприятия востребованы не только людьми старшего поколения, но и молодежью. Я общаюсь с той молодежью, которая очень патриотично настроена. И у меня ребенок, подросток, тоже молодежь, и они все поддерживают нашего президента. Это очень радует. И вот такими мероприятиями мы видим, что они приходят сюда с радостью, они держат наш российский флаг, они знают наш гимн, и это, конечно, замечательно. «Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! В этом слове победы пламя! Поднимаем России знамя!» Подобные фестивали притягивают и объединяют активных людей, которые не только вносят существенный вклад, помогая нуждающимся, но и поднимают настроение такими праздниками. Екатерина Талалай, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Одному из Благовещенских конных клубов исполнилось 19 лет. В честь этого события на ипподроме прошли открытые состязания по конкуру. В верховой езде с преодолением препятствий соревновались почти полсотни наездников. Подробности расскажет Евгения Хмелева. «Со мной Россия! Со мной народ!» Открыли соревнования курсанты Двоку. Они выполнили спортивные маневры верхом на лошади и отработали правильную технику движения жеребца. Красоты и грации в номер добавила участница Анастасия Познякова. Она показала изящную проходку верхом на лошади. Кстати, Амурчанка заняла первое место в конкуре с барьером высотой 80 сантиметров. Со своим жеребцом Элегантом высоту в 80 сантиметров преодолела и 16-летняя Софья Лопатина. С учетом набранных баллов она заняла второе место. Конным спортом девушка занимается 4,5 года. Отмечает, чем выше препятствие, тем зрелищнее выступление. В планах у Софьи брать новые высоты и выступать на всероссийских соревнованиях. Я изначально с детства очень хотела заниматься. Это к лошадям очень тянет. И все-таки это спорт, достижение, желание развиваться, какие-то свои цели, поставить цель и достичь ее. Для начинающих спортсменов высота препятствий достигала 60 и 80 сантиметров. Для опытных до 100 и 110. При оценке выступлений судьи учитывали правильность посадки в седле, умение управлять животным, качество преодоления барьеров, состояние лошади. У некоторых участниц лошадь сопротивлялась прыжку и меняла траекторию движения, сбивая препятствия. Наезднику при этом присуждали штрафные очки. Несмотря на трудности, преодолела полосу препятствий со своим пони Твиксом и 13-летняя Елизавета Торшина. Юная всадница заняла третье место. Сегодня мы с Твиксом проезжали маршрут. Он у меня очень быстро побежал, но так и должно быть. Потому что я раньше занималась скачками. Первое место в конституционном в том году заняли. На пони вообще надо ездить до 60 килограмм, до 55 желательно. Именно на пони таких небольших. А на больших лошадях можно до 100 килограмм спокойно ездить. Конный спорт активно развивается в Амурской области с 2013 года. Занимаются верховой ездой круглый год. В 2020-м амурские всадники освоили скит-джоринг – вид ездового спорта, где лыжник управляет лошадью при помощи вожжей. Спортсмены растут, приобретают даже некоторые себе личных лошадей, становятся частными коневладельцами. Ну и вообще их мастерство растет. Развивается у нас выездка. Вот джигитовка подключилась – это тоже вид конного спорта. Поэтому в динамике, я думаю, рост заметен. Победители открытых соревнований отправятся покорять Хабаровский ипподром на первенстве Дальневосточного федерального округа. Между тем, Федерация конного спорта в Амурской области официально существует с 2014 года. Сотрудники и приезжие гости проводят форумы, мастер-классы. Наездники каждый год участвуют в параде победы 9 мая. Евгения Хмелева, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Более 400 амурских студентов в этом году поучаствовали в региональном этапе Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Конкурсанты из Благовещенска, Белогорска, Райчихинска и Свободного соревновались в нескольких творческих направлениях. Продолжение далее. Региональный отборочный тур конкурсанты проходили по нескольким направлениям. Одно из них – танцевальное. Его разделили на три номинации – современный, народный и эстрадный номера. Призовые места в этой категории заняли 8 человек. Победу одержали три студента из АМГУ, БГПУ и Дальгау. Ведь для себя не важно и то, что бронзовый, и то, что сердце холодное железкою. Ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское. Победители наградили в ходе галоконцерта в Амурской областной филармонии. Кроме этого, за развитие творческой деятельности и содействие в проведении мероприятия также отметили четырех организаторов студенческой весны 2022. Своим творчеством, своими талантами вы делаете культурную, общественную жизнь столицы Преамурья ярче, красочнее, осмысленнее. Ну и, конечно же, у вас особая миссия. 22-й год — это год культурного наследия народа в России. Именно в этот год вы продемонстрировали свои таланты, и я уверена, что те направления, которые вы представили, это и есть достояние культуры сегодняшней. Конечно же, это вклад в сохранение культуры наших предков. Ну и, конечно же, это взгляд в будущее. Конкурсанты соревновались в четырех направлениях. Каждое было разделено на несколько номинаций, в которых и выявляли лучших. В результате обладателями первых мест стали 15 творческих коллективов и сольных артистов. Это большой фестиваль, региональный этап всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Мы его проводим в Амурской области уже седьмой год. В этом фестивале принимают участие студенты вузов и СУЗов. Это сольные исполнители и творческие коллективы. К нам приезжают студенты из всего Преамурья, и они соревнуются между собой в конкурсной программе из нескольких направлений. Танцевальная, театральная, оригинальный жанр, медиа и музыкальная. Победители примут участие во всероссийском конкурсе, который пройдет 17 мая в Самаре. Между тем, фестиваль «Российская студенческая весна» – самая массовая программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется в России с 1992 года. Проект включает в себя 80 региональных мероприятий. Мероприятия являются частью платформы «Россия – страна возможностей». Евгения Хмелева, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. На этом наша программа завершена. Следите за развитием событий вместе с нами, смотрите новости Амурского областного телевидения. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова